Коммунальные услуги дорожают, но не так значительно, как в других регионах страны. Региональная служба по тарифам отчиталась о своей работе на заседании правительства. Рост совокупного платежа граждан в текущем году не превысит 4,5%. По основным позициям, за исключением горячей воды, тарифы для населения в Ивановской области ниже, чем в других областях Центрального федерального округа. На протяжении всех последних лет в Ивановской области наблюдается снижение темпов роста совокупной платы граждан за коммунальные услуги. Причем в 2014 году будут достигнуты самые низкие темпы роста за последние 20 лет. Областной бюджет, в свою очередь, продолжает субсидировать разницу между экономически обоснованным платежом и тем, что платит население. В сравнении с прошлым годом сумма субсидирования уменьшится на 57 миллионов рублей. А это значит, что деньги останутся в казне. Однако бюджетную экономию подпортила зима. В проигрыше в этот раз остались ресурсоснабжающие организации. Все видят, что у нас теплая зима, условно, постоянные затраты у нас постоянно, они у нас не меняются. Поэтому мы видим динамику пока отрицательную баланса наших ресурснабжающих организаций. И, может быть, придется помогать на фоне теплой зимы. То холодная зима требует дополнительных, Александр Павлович, ресурсов, то теплая зима опять требует дополнительных ресурсов. Одна из важнейших тем сегодня – установление нормативов на общедомовые нужды. На электричество нормативы уже введены с этого года. Со следующего появится норматив на водоснабжение. Однако выгодным для жителей это не станет до тех пор, пока во всех домах и во всех квартирах не появятся необходимые счетчики. Даже в тех многоквартирных домах, где оснащение приборами учета составляет 100%, исполнители коммунальных услуг зачастую сталкиваются с невозможностью единовременного снятия показаний. Еще одна попытка экономить ресурсы – введение соцнормы на электроэнергию. Как показывает опыт регионов, где этот проект работал в пилотном режиме, ничего хорошего из нововведения не вышло. Второе – жилье у некоторых граждан, разница официальной прописки и фактического места проживания, особенности энергопотребления каждым конкретным домом. С такими учетными сложностями столкнулись коммунальщики. Если стимулировать население к экономии электроэнергии, то вот эта сама идея введения социальной нормы, она противоречит идее ухода от перекрестного субсидирования. Ведь в этом случае жители будут экономить и платить еще меньше. То есть опять-таки нагрузка на промышленный комплекс ляжет больше. Велика вероятность того, что решение устанавливать или не устанавливать соцнормы будет принимать региональная власть. С таким предложением выступил Дмитрий Медведев. Если премьер-министр поддержит, то ивановские чиновники вряд ли обременят жителей соцнормами. И областная дума, и Павел Коньков считают такой вид экономии для нашего региона неэффективным. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.